О, смотри какой там фонарь, декоративный. Ух ты, классный. Смотрите, ребята, мы пришли в фикс прайс, и мы с Мишей хотим купить вот такую вот. Маш, смотри, это нам с тобой в комнату наклейка, как тебе? Мы себе берем такую, а вы какую берете в свою комнату? Ну, такая же не выглядит. Миша берет себе декоративный фонарь, вот такой вот. А я хочу взять еще вот такую вот гирлянду. Так, матовые шарики или обычные шарики? Наверное, я возьму вот такую какую-нибудь из этих. Так, смотрим котам нашим. Может быть, какие-то вкусняшки им взять, Миш? Угостим их вкусностями? Ну, можно они на разочек. Она может какой-то Феликс, например. Да, они любят вот такое. Берем. А Марусе в домик возьмем вот такую вот книжку. В мире животных, да? Открываем. Сейчас посмотрим, что там. Смотри, тут окошки открываются. Умеют ли рыбы летать? Открывается вот такое вот окошко. Не могу открыть. И там будут рыбки. Держи. Не потеряй только. А Миша взял еще влажные салфетки нам в домик. Поехали дальше. Так. Ушные палочки нам не нужны. Гели для душа. Там мыться мы явно не сможем. Туалетная бумага, надеюсь, тоже не понадобится. И давайте посмотрим, что у нас тут. Смотри, Маша, фломастеры. Слушай, она же может изрисовать стены в картонном доме. Маше возьмем вот такие вот фломастеры. Держи, дочь, на. Держи тебе фломастеры. Миш, возьми ей фломастеры. Миша захотел в домик, в свою комнату, взять вот такого кота прикольного. Черного, как раз начало. Чего ты хочешь, Заяц? Что-то отсюда хочешь? Пенал? Тебе еще рано в школу. Мы решили взять вот такую светодиодную ленту, чтобы сделать освещение в комнатах. Мне кажется, будет отличной идеей взять вот такую вот складную коробку. Посмотрите. Она стоит 150 рублей. Туда помещается много всего. А потом можно будет там хранить Марусины игрушки. Как тебе идеи, Миш? Да, хорошие. Берем. Берем такого цвета. У нас же картонный дом. Ну, синяя, она хотя бы яркая. Ну, давай. Это у нас дом как раз картонный и темный. Маша его скоро разукрасит своими фломиками. А еще возьмем вот такой вот коврик, чтобы положить его при входе. Мне кажется, Бильке будет очень круто на нем спать. И я думала взять плед. Смотрите, какие они классные. Но на самом деле у нас дома столько пледов, что мы по-любому найдем в наш картонный дом. А поскольку в доме мы проведем 24 часа, нам надо купить какую-нибудь еду. Мне понравились вот такие вот вафли. Возьмем их на перекус. Так, берем мелкие вешки. И я предлагаю взять еще что-нибудь отсюда. Смотри, Миш. Либо какие-нибудь такие быстрые обеды. Вот, картошечка есть или вот роллтон. Давай, роллтон? Давай. Две, да, нам надо тебе и мне. Для Марусики у нас еда есть. Я еще никогда не видела таких. Предлагаю мне взять нам с тобой по одной и попробовать. Давай. Как снять? Заходите. У вас открыто? Да. Здравствуйте. Ой, я смотрю, тут уже вся семья собралась. Биля, подожди, дай мне. Да, папа, мы тут уже давно. Мы тебя ждем. Заходи, пап. Сейчас, сейчас, Виль, ты мне дай спокойно. Приветственную лизалку сделаю. Вилья, я захожу. Прям как в былые времена. Маш, тебя что-то даже не было. Когда мы так... О, Маш, спасибо, что подвинулась сейчас. Ребята, на улице потемнело, и в наших комнатах стало совсем темно. Я предлагаю начать разбирать наши покупки из фикс-прайса. Сейчас мы сходили в фикс-прайс и купили много всего для украшения нашего картонного дома. Как вы думаете, красивым ли получится наш домик? Па, чуть меня не забыли. Ой, да, Биль, подожди. Маш, иди ко мне. Кто это? Как говорит котик? Ну и морда там у Кевина. Ну иди ко мне, давай распаковывать начнем с тобой. Я буду вот отсюда смотреть, что вы купили в фикс-прайсе, хорошо? Марусек, со своей камерой бежала снимать ладуна и чуть не упала. Папа, это чего так много? Давай, Кевин, заходи вон туда к сладуну или заходи на полочку выше. И мы сейчас начнем рассматривать... Что, камера выключилась? Давай, давай, ты снимай. Ты же снимаешь в инстаграм зверомамы и зверопапы. Я правильно поняла контент? Да, я в этом уверен. Так, пап, ну чего там? Биль, что ты у меня вижу все? Ты такой сладкий у меня. Так, я предлагаю, пока мы находимся около холодильника, начать распаковывать еду. Вафли со вкусом и ароматом ореха фундука. Кладем в холодильник на самую верхнюю полку. Кевин, извини, но это над тобой. Ох, ты видел, что они там со сладуном вместе сидят? Ой, нет. Мне тесно. Ты сам туда залез. Так. А вот в холодильник ты включили? Блин, а где он включается? Вот, здесь 220 вольт написано. Серьезно? Да. Ничего себе. Так, потом мы купили вот такие вот лейс. Это все мы будем кушать, когда проведем в этом доме 24 часа. А пока что я просто закидываю в холодильник. Мама, а мне что купили? Биль, кстати, по-моему, мы тебе как раз ничего не купили. По-моему, мы купили с тобой Мишка там вкусняшки, да? Ну, там на всех поделим. Ну, да. Так, вот такой вот, ой, Биль, извини. Вот такой вот big lunch с лапшой. Ой, лапша с big lunch. Что? Мам, ты фигню сказала. Ну, ладно, ладно. О, слушай, а точно у нас охлаждает холодильник? Ну, он только начал работу, поэтому, может быть, я не успею это платить. Так, отлично. Сладуня, подыши, пожалуйста, на фреш-бар холодом, точнее, подуй. Вот так вот. Ням-ням? Маша поняла, что это ням-ням. Маш, что это? Big lunch. Ням-ням, Маш? Смарусь. Ням-ням-ням. Мелки-вэйчики. Машуль, отходи. Опа. И что еще у нас тут искусного было? Еще вот такие. Лапшичка Роллтон. Миша, мы с тобой как-то не заметили, но в нашем холодильнике кто-то роется. Маша. Кевин, ты же обещал сторожить хорошо. Мам, я обожаю мелки-вэй. Ты его в жизни никогда не пробовал, не надо врать. А это книжечка для Маши, и пока я ее положу в нашу с ней комнату. Она будет лежать вот там. Так, ну что, давай разбираться, где чье, где твое, где мое. Это мой котик. Это в твою комнату, да? Откроем сразу его? Ну давай, и отложим сразу в твою комнату. Нет, давай мы проверим. Смотри, он должен на свету, по идее, качаться там или что-то такое, да? А, он работает, смотри. Какой милашич. У него очень нравится такой черный. Ку-ку, Маша, привет! Смотри, следующая вещь тоже для моей комнаты, наверное. А что это такое? Ну, мы кому-то одному повесим вот такую светодиодную ленту и сделаем свет. Так. Так, мы можем ее как-то разделить, а не на и там, и там. А почему только одному? Мы же брали две ленты. Одну. Одну. Давай скинемся на Цуэфа, у кого будет лента. Давай. Цуэфа, Цуэфа. Блин, лента будет у вас в комнате. Да ладно. Мари, давай, кто-то забирает себя. Давай мы сейчас так, мы с тобой подключим ее в сеть, проверим, насколько хорошо она горит. И ярко светится, да? И тогда уже решим. А, хорошо. Папа полез в нашу комнату. Я вообще мог, кстати, и свои. Ой, я не знаю, что я в это полез. Да давай, давай, попробуй в нашей комнате включить подсветку, вдруг решишь оставить. Не, на правда комфортно у вас комната. Да у нас классная вообще, у нас самая лучшая комната. Так, ну это штука китайская, я надеюсь, не опаснее ее включать, как ты думаешь? А, хотя знаешь, давай лучше в твоей комнате. Ну вот, смотри, мы сейчас подключим, пока не будем даже ничего тут это раскрывать. Ой, ну для домика картона, мне кажется, еще ничего, да? Да нет, вообще суперский свет, мне нравится. Слушай, на самом деле, забираю ее себе, я же купила гирлянду для нас. И у нас в комнате с Машей будет гирлянда. Мам, я тогда в твоей комнате. Мам, и я, баб, тоже в твоей комнате. Эй, ребят, Билли, иди сюда, Белек. Ребят, а я-то в чьей комнате? Билли, ты и Кевин будете со мной в комнате. Это просто супер, обожаю Машу. Маш, иди помой полы в нашей комнате, давай, давай, порещу. Ну что, забрал себе подсветку через окошко? Ну я пока в окошко даю, вложил. А чего еще купили? Почему у папы в комнате есть свет, я так посмотрю? А у нас вообще нифига. Билли, у нас еще круче. Смотри, что у нас будет. Я купила нам подсветку. Смотри, у нас есть гирлянда вот такая. Миша, ты можешь нам ее повесить? Давай, она разноцветная? Надеюсь. Ребят, посмотрите, какая длинная гирлянда получится у нас. Маша, у нас с тобой будет по всему периметру комнаты вот такая вот крутая гирлянда. Только единственное, я не знаю, повесить ее лучше наверх или вниз. Мне кажется, лучше наверх, чтобы Маша до нее не доставала, потому что все-таки это фикс прайс, и я не уверена, что у меня есть все основания ему доверять. У нас будет очень классно. Слушай, мне кажется, и в мою комнату затянем. Да у тебя же подсветка вроде как. Ну так подсветка, а не декор. Все, себя забираю. Ариэла, ты разве тут? Я за дверью. А, понятненько. Слушай, мне кажется, очень красиво. Ну да, неплохо. Ну что, давай, прицепляй нам. Да. Ну это надо сразу тогда и с ленточкой, с ленточкой. Давай. Все делать. Ну что, зверопапа, пока ты будешь клеить нам гирлянды, я хочу наклеить нам с Машей на стену вот такого вот красивого единорога и украсить нашу стену бабочками, цветочками. Маруся, пойдем со мной в комнату. Маруся, ну смотрите, она роется в пакете. Маша, пойдем наклейки клеить. Маша! Маруся! У нее тут свои дела, нужно салфетки разобрать. Маруся, иди ко мне. Маруся, иди ко мне, смотри. Иди, иди клеить. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего, ты хочешь протереть нам полы в комнате? Лежи. Ну а, протирай. А я пока буду клеить. Вот не знаю, сюда наклеить или лучше вот сюда наклеить. Мне кажется, вот тут будет круче. Давай, Маруся, смотри, какой единорог у нас огромный. Он еще и прозрачный. Блин, а он для реальных же стен. Нет, нет, нет. Маша! Так, все, смотрите. Единорог обретает новый дом. Ой, блин, он приклеился тут намертво, а у меня шея скомкалась. А что, он так хорошо клеится, да? Он вообще супер клеится. О, Маша, спасибо. Я тогда забираю, да, это? Выкри там у себя немного. Ты не будешь меня закрывать, надеюсь, Маша, тут? Маша, закрой папу, давай, смотри. Пока, папа! И! О, спасибо, Маша, так лучше видно. Лучше посмотрите, каких красивых бабочек я клею на стены. О, да, у вас тут красота. Хочешь приходить к нам иногда? Ну, если разрешите, то да. Да. На, Марусь, иди ты клей бабочку, держи. Иди ты, наклей. Сама, на стену клей. По-моему, она сейчас наклеит на тебя. Маш, там наклеилась или нет? Нет. Сложно, когда маленькие ручки не слушаются. Так, я такой к окошку подхожу. Маш, что ты мне предлагала там? Дай папе, дай папе. Папе, дай. Дай мне, можно? Ты хотела мне это дать. Спасибо большое, пора подкрепиться, да? Ну что, вот такая вот красота у нас на стене получилась. Давайте выкинем мусор. Мусор у нас тут. Эээ, вы что творите? Сейчас я вам выкину мусор. У нас тут очень уютно. Будь здорова, Марусь. Будь здорова. Лайк от подписчиков, Машенька, будь здорова. Спасибо, да? Да, родная моя. Мама. Ой, она уже тут? Биль, я тебя не вижу, Биль. Биля. Маш, где Биля? Я тут, мам. Я писать ходил. Били? В смысле писать ходил? Ничего ж ты писаешь на улице? А, но в любом случае колбасу взяла не я на кухне. Понятно. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Что там? А что вы там делаете? А мы тут лампочку делаем. Лампочку делаете? Освещение. Да, у вас тут что-то очень темно. Вас почти не видно. Ой. У меня очень плохо скотч отрывается. А дадите нам тоже немножко скотча. Я хочу пока что прилепить себе гирлянду. Конечно. Вот устроили мне тут мусорку вообще. Мы? Ладно, так и будет. Давай я выкину свой мусор. Кто у меня тут лежит на пол вообще? Сейчас Маша тебе пол вымоет. Отлично. Пока что выкинем за дом. Маш, не надо тут делать, ладно? А еще мы купили вот такую вот складную штуку. Она типа аптечка, но я хочу это сделать ящиком для наших с Машей вещей. Сюда я вставила картонную штуку. И сверху она закрывается прямо на липучку. Смотрите, какой классный ящичек. Марусь. Самый конец нашей комнаты. А поскольку мы для Маши купили сюрприз, я предлагаю положить его как раз в тот ящичек. И когда мы будем проводить в доме 24 часа, мы разрешим ей разукрасить всю стену, как она захочет. Да? Мы с Мишей решили, что вот этот вот уличный фонарь мы повесим ровно посередине. Потому что у меня в комнате есть наклейки. У него в комнате есть наклейки, да? Да. Вот Мишины наклейки. Смотрите, всякие тут рыцари крутые. А вот этот у нас будет висеть ровно посередине и освещать нам путь над холодильником. Ого! Что это? Он светится, что ли? Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну что? Так, сюда мы будем купить? Ну вот ровно над холодильником. Левее чуть-чуть. Да. Вот так. Классно? Мне кажется, что там. И где-то... О! О! Слушайте, когда мы здесь будем проводить 24 часа, ночью это будет очень крутой ночник, да? Да, классная штука. А ты не хочешь свою комнату задекорировать? Очень хочу сейчас. Мама, а я уже уснул. А это из-за того, что я ням-ням хочу. А, понятненько, Кевин. Ух ты! Кто это тут такие наклейки наклеил? Крутые! Красивые! Баба, я тоже теперь хочу в твоей комнате жить. Ага, только сейчас Миша сделает светодиодную ленту, и все хотят жить с ним. Я в этом уверена. Ну, мы тоже сделаем. Кстати, Кевин, ты говорил, что ты хочешь кушать. Смотри, что мы купили для вас. Смотри. Мама, это же ням-ням. Ням-ням, мама. Это вкуснее, чем сися для Маши. А, Кевин. А здесь будет лежать коврик при входе для наших котиков. Посмотрите, слушайте, он просто нереально вообще мягкий. Давай, Маруся, отрывай от него этикетку. Единственное, я думаю, что вот это может быть закрыть наши плинтуса армированные. Или вот сюда ближе положить. Или, может быть, к нам в комнату положить с Марусей. В общем, думаем, либо на пол сделать какие-нибудь пледики, чтобы было уютно. Либо пледики сделать только на кровать. Как вы считаете, ребят? Можете поставить видео на паузу и написать в комментариях. Баба, можешь мне коробку открыть? Коробку тебе открыть? Давай, иди сюда, Сладунь. Смотри. Иди, залезай. О, мусорное ядро у вас, да? О, супер! Я всегда мечтала о такой коробке. Просто кайф. Сладунь, ну ты не какать садишься? А то что-то ты так хвост поднял. Не-не-не, я писать. Да ладно, баба, сучу. Какой декор? Буду любоваться сейчас, наверное. Миша, пока мы с тобой там занимаемся декором комнат, у нас как бы тут разорение холодильника идет полным ходом, я хочу тебе сказать. Эй, один человек тут пьет фреш-бар, понимаешь? Маша, тебе не стыдно? Мама, я пыталась охранять, а она же схватила и как возьмет, а я ничего сделать не успела. Да плюс она сказала, что вискос мне даст. И, в общем, понятно, и ты продался. Ладно, Машка, это не для тебя, я тебе сейчас дам твой паильник. Слушайте, все-таки не зря вы эту коробку взяли. Мне так она нравится. Мы с Марусей вызвали мастера по наклейке гирлянд. И сейчас нам будут клеить гирлянду. У себя в комнате Миша уже сделал, сейчас я включу фонарик и покажу вам, как это выглядит. Смотрите. Вот, видите, он пустил по полу, потому что, говорит, длины не хватает. То есть она совсем коротенькая, но, по крайней мере, красота от нее будет. Марусе я принесла паильничек ее. Главное не забыть его, когда мы будем снимать 24 часа, чтобы у нее тоже была еда. Вау, папа, какую ты красоту делаешь. Новый год прям какой-то. Слушай, да, у нас очень уютно становится. Так, а гирлянду вам пускать только по вашей комнате? Вот так вот? Ну, можешь вот сюда ее вывести чуть-чуть, чтобы красиво было. Или туда, вбок. Сейчас попробуем вот так сделать. Маш, смотри, какая у нас красота с тобой. Просто кайф вообще. У меня комната сегодня с рыцарем. Сематическая такая, да? Ты, кстати, знаешь, что у тебя тут все моргает из-за твоей светодиодной ленты? Серьезно? Она, наверное, потому что это чистота у нее другая. А так? Так? Чуть-чуть. Просто рябит. Буду я без света. Ну, ты можешь приходить к нам в гости, мы не против. Так это у меня скучная комната. У меня как-то аксессуаров никаких нет, вот только золото есть. Так мы тебе сейчас постелим очень красивый ковер. А-а-а, тогда ладно. Кинем тебе классных подушечек. Не переживай, зверопапа, мы сейчас сделаем так, что у тебя будет очень классно. Ну, давайте попробуем. Вот, золото будет лежать вот здесь. Мама, меня придавил в холодильник. У него полка упала, класс вообще. Миш, плохо держался твой холодильник, скажу тебе честно. Там полочка для еды была. Сейчас я в нашу комнату хочу постелить ковер. Билли, мне кажется, ковры и картины всегда создают уют и ощущение дома. Билли, ну не мешай. Билли уже хочет лечь на мой ковер. Пойди лучше. Мяу-мяу-мяу. Вам нравится моя комната? Да, прикольно, очень уютно. И мне тоже очень уютно тут. Так, ну что же, давай с ладонью садись в коробку. Ну, Марусенька, я не могу никак постелить ковер. Я пытаюсь это сделать уже полчаса. Ты могла бы пойти, как папе, в комнату. Ах, ты камеру хочешь взять? Зрители, давай попроси их лайк. Скажи, вот так вот ставьте, вот так вот. Вот так, вот так ставьте, пожалуйста. Ладно? Спасибо. Вот это вот будет Машин уголок. Сюда я положу ее игрушки, сейчас принесу. И вот такой вот у нас уютный коврик получился. Смотри-ка, папа, как тебе? Супер. Настоящая детская комната. Да? Маша норм. Тебе нравится, Зай? Переезжает. Нет, вы просто, ребята, посмотрите на Мишину комнату с ковром. Какая-то комната холостяка. И посмотрите на нашу с Машей комнату. Уютная комнатка. В ней красота есть. Книжечка стоит. Котик спит. Торшер горит. Просто прелесть. Уютная-преуютная комнатка. Хочешь с нами жить, папа? Походу, хочу. Моп, 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 моп. Что за влачугой так ничего нету? Папа, она говорит, это твоя комната, понимаешь? Папа, она, папа, она все правильно, он там будет жить. Папа, иди в свою комнату, он тебе говорит. Вали, вали, вали в свою комнату. Так, ну что, ребята, нам надо отрезать вот эти вот занавески замечательные и повесить мне на окно и Мишину окно, хотя Миша это не поможет и все равно в комнате будет страшно. Поэтому повесим, повесим только нам с Мишину. Так. Так, Зверопапа, можете попросить вот здесь подержать немножко рукой? Здесь? Да, спасибо. Ой, у меня приклеилось. Все прилепло. Ау, опять прилепло. Ой, и у меня упало. Зверопапа, ну как тебя попросишь? Маруся, привет! Маруся уже с той стороны окна, в нашем стиле. Наш стиль называется «Как попало». Привет! Вот даже окно комфортнее, чем с моей стороны. Да. А еще вот так, знаешь, если красиво это сделать, вот так повесить, типа завязать. Да, Марусь, вот такая у нас с тобой тут красота. А скоро в нашем домике стемнеет? Ой, нет, не надо. Ну скоро ведь уже. Ну да. Я хотел вернуться на свое место, а у меня в холодильнике нету полки. Кевин, иди к Сладуне. Смотри, там очень комфортно стало. Иди. Иди в нашу комнату. Ну-ка иди. Вот так вот. Иди к нам. Вау, правда. Просто супер. Сладун, можно к тебе? Нет, тут я сплю. Помочь тебе? Ну да, если можете. Давай, я тебя подержу. Сейчас, я даже не знаю, что лучше. Вот это должно вниз смотреть. А оборваночка вверху. Смотрите, как у нас тут уютно в нашей комнате. Давайте проведем финальный рум-тур перед тем, как мы проведем здесь 24 часа. Открой, Манусь. А то мне дышать тут нечем. Смотрите, Сладунечка выбрал себе такое место. Кевин устроился просто под торшертиком спать. Здесь сейчас Машенькины игрушки будут лежать. Там папина окно. А с вот этой стороны наше окошко. Еще у нас очень красивый декор вот здесь. Придется опять чинить холодильник. Можно ли вызвать мастера по холодильникам и сказать, что у нас сломался? Вызывайте. Ну что, я починила полку на холодильнике. В этот раз я положу сюда только самое легкое. Лапшу быстрого приготовления. Вот эти вот штучки. И остальное будет у меня лежать тут. Напитки фреш-бар. Так, а куда Маша делал еще один? Не знаю, Ма. А, Марусь, дай маме бутылочку, пожалуйста. Дай бутылочку маме. В вашей комнате можно хоть несколько дней жить, а в моей? Ножку пережить. Пережить, вот именно. У нас жить, а у тебя... Маш, не надо грязную бутылку в рот. Марусь, давай, давай, вот сюда. И закрываем холодильник. Нечего в холодильнике постоянно находиться. Пошли лучше брать еду и проведем в этом доме... Сколько, Миша? 24 часа. Маша, что ты берешь эти напитки? Это не для тебя. Взрослые напитки. Нет, нет, Маша, ты хитрая такая вообще. Па, па. Что ты? Это что, подвал? Ну да. Фу, как там неуютно. С привидениями подвал. Маша? Маша? Миша, она думает, что это комната страха у тебя, поэтому... Маша? Она на тебя даже не обращает внимания, она тебя игнорит. Она идет садиться к маме. Да, моя булочка, вот она. Итак, ребятки, добро пожаловать в подвал у Миши. Здесь у меня вот такие вот крутые наклеечки. Это единственная позитивная наклейка в этой комнате. Вот. Из-за того, что у меня горит дешевая светодиодная лента в комнате, вы можете наблюдать несовпадение частоты камеры и ленты. Поэтому тут немножечко рябит изображение. Мерцает вот так вот, вот сейчас видно это. У меня есть вот такой вот щит, защищающий от нечисти. Хэллоуин. Вот такой вот рыцарь. Такой вот рыцарь. И 220 розетка. Видите, у меня даже освещения не хватает, чтобы вам показать, что у меня здесь вообще есть. А также вот такой вот котик черный. А все дело в том, что у Леры, у Леры там крутое освещение. У нее есть вот такие вот мигающие лампочки с ладунью в коробке. А потом вот такая вот подсветка комнаты. И это сразу же придает комнате другой вид. А у меня есть только эта лента. И мне пришлось ее вот так немножко отвернуть, потому что, когда я поворачиваю сюда, мне некомфортно, она очень ярко светит. То есть вот как-то так я ее пытался настроить, чтобы она вниз светила. Миша, не расстраивайся, держи тебе домик для котов в твою комнату. Вау, как здорово! У меня будет домик для котов здесь. Маш, ты пришла на котов посмотреть, да? Ведь больше здесь ничего нету. Ну что, ребята, декорирование нашего домика подошло к концу. Мне кажется, у нас все получилось очень классно. Да, Мишка? Ну так. В общем, сейчас вы набираете 10 тысяч лайков под этим видео. И сразу же, прямо в этот же момент, как только набирается 10 тысяч лайков, мы выпускаем видео, где мы проводим 24 часа в этом доме. В общем, мы пошли спешить, потому что вдруг вы наберете прямо сейчас. Это же видео надо будет еще смонтировать. В общем, ставьте свои лайки. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok What the hell! DimaTorzok Продолжение следует...